конные ведьмы и приближение эры Белого Солнца. Приход к власти императора Манчжурской династии Айсингера Уньяня пришелся на трудное и неспокойное время. Империя Цин погрузилась в пучину народных волнений, удушающей коррупции и общей усталости страны. Первым делом государю требовалось погасить крестьянскую войну, вспыхнувшую в 1796 году, во главе которой встали лидеры тайного общества Белый Лотос. А одним из самых главных противников императорских военачальников стала вдова Циван предводительница отряда, прозванного конными ведьмами. На протяжении двух лет она со своими амазонками оказывала ожесточенное сопротивление войскам государя, в Китае неспокойно. В феврале 1796 года случилось то, чего так долго ждал весь простой китайский народ отрекся от престола VI Манчжурский император династии Цинхунли. Страной он правил без малого 60 лет, и эта столь долгая несменяемость власти привела к печальным последствиям. Государь уже давно не вникал в жизнь своей обширной страны. Власть, по сути, получили чиновники на местах, которые никому не подчинялись и считали себя богоподобными существами. Кризис, словно раковая опухоль, поразил все без исключения сферы и области государства. А коррупция вышла просто на космический уровень, казна разграблялась с такой скоростью, что, к примеру, рядовые солдаты могли не получать жалования на протяжении нескольких месяцев. Император Хунли, которому на момент отречения было 85 лет, во всем полагался на своего фаворита Хэшэня. Но старик ошибся с выбором. У Хэшэня был лишь один интерес богатства. Раскрутив государя, он получил всеобъемлющую власть и доступ к казне, чем, собственно, и пользовался. О его несметных богатствах в Китае слагали легенды. И когда Хунли передал трон своему пятнадцатому сыну Айсинь герою Ньяню, фаворит не потерял своего привилегированного положения. Новый император ненавидел Хэшэня и справедливо считал его одним из главных виновников плачевной ситуации в стране, но сразу разобраться, так сказать, по-мужски с ним не мог. Старый Хунли проявлял беспокойство по поводу судьбы своего фаворита и старательно его защищал. Выбора у Юньяня, по сути, не было. Он не мог пойти против воли отца. Поэтому ему оставалось только ждать кончины монаршего родственника. Сам же Хэшэнь считал себя, если можно так выразиться, бессмертным. Он продолжил свою политику и при новом императоре, считая его, как и Хунли, тряпичной куклой, которая для вида восседает на троне. Юньяня такое положение не устраивало, и он просто ждал момента, чтобы нанести противнику один-единственный сокрушительный удар. А пока император занялся текущими проблемами. В момент его прихода к власти страна достигла точки кипения. В Китае в 1796 году вспыхнула крестьянская война, которая организовала тайное, подпольное, буддистское общество учения Белого Лотоса. Эта секта, пользуясь слабостью и заширенностью власти, сумела сконцентрировать в своих руках достаточно силы, чтобы поднять мятеж. Император Хунли. В том же февраля 1796 года восстание вспыхнуло сразу в двух северных уездах провинции Хубей. И пока власть на местах раскачивалась и медленно анализировала произошедшее, мятеж, словно лесной пожар, перекинулся на другие уезды. Так началась крестьянская война, которая терзала Китай на протяжении восьми лет. Вскоре очаги недовольства разгорелись в провинциях Сычуань и Шиньси. На первых порах мятежники не встречали организованного сопротивления. Раз за разом им удавалось выходить победителями из противостояний с солдатами императора. Поэтому за короткий срок повстанцы сумели захватить около десятка городов и закрепиться в них. Но все же, изначальный перевес сил был на стороне правительственных войск. И поэтому мятежники, взяв под свой контроль значительную территорию, остановились и стали готовиться к ее обороне. Этот ход был вполне логичным, потому что гунтарям требовалось восстановить силы и свою численность. Правда, вскоре они вновь вышли на тропу воины. Только теперь мятежники не пытались захватывать города. Они проводили агитационную работу среди многочисленных сил и деревень. Что же касается войск императора, то они, конечно, воевали, но делали это лениво, с большой неохотой. Проблема заключалась в том, что кризис нанес сокрушительный удар по всей вертикали власти. Газаппарат, так сказать, начал усиленными темпами разлагаться, заразив и восьмизнаменные войска. Соответственно, их боеспособность оставляла желать лучшего. Проблема усугублялась тем, что мелкие чиновники, а вместе с ними и командный состав, словно стервятники, налетали на казну и разграбляли ее с фантастической скоростью. Солдатам не платили жалования и более того, им могли задерживать выдачу пайков на дни или даже недели. О какой войне с повстанцами могла идти речь при таком положении вещей? По факту, для того чтобы не умереть с голоду и не стать финансовыми банкротами, у солдат был лишь один выход грабить мирное население. Понятно, что никакое отношение руководства не может быть оправданием для подобных поступков, но факт остается фактом. Именно начальники вынудили солдат стать грабителями. Император Юн Янь все это видел, но его руки были связаны отцом. Ведь именно он поручил выборовое начальников своего фавориту. А Хэ Шэнь назначал их по принципу заплатил-получил должность. Естественно, выдвиженцы фаворита, в основной своей массе, понятия не имели как вести боевые действия и как командовать войсками. Они специализировались на расхищении государственной казны. И поэтому, когда начался бунт, военачальники просто испугались и спрятались в кусты. А свою злость они вымещали на гражданском населении. Страна начала превращаться в филиал ада на земле. В самом начале восстания в рядах мятежников появилась юная девушка Цунерван. Она происходила из весьма зажиточной и обеспеченной крестьянской семьи. Ситуация в стране ее особо не волновала, она просто жила своей жизнью. Ее брат Вантин Джоа получил хорошее образование и преподавал в уездном учебном заведении. Буквально за год до начала восстания Цунер вышла замуж за Цулиня. Брак был равным, поскольку парень тоже происходил из довольно состоятельной крестьянской семьи. Он, получив необходимое образование, вернулся на малую родину и занял должность одного из мелких чиновников. Но их счастье молодых людей оказалось скоротечным. Дело в том, что Цулин не просто состоял в Белом Лотосе, он являлся одним из лидеров подпольного общества в провинции Синьян. К этой секте, конечно, вскоре примкнула и Цунер. Она полностью разделяла взгляды и идеи своего мужа. И когда началось восстание, молодые люди оказались в числе его предводителей. Но Цулинья вскоре вычислили и арестовали. По факту, он даже не успел принять участие в каком-либо вооруженном столкновении. Конечно, Цунер попыталась освободить супруга, но ее попытки окончились неудачей. А затем женщина узнала, что ее муж погиб. Это событие разделило жизнь Цунернады после. Она стала называть себя вдовой Циван и поклялась отомстить за смерть супруга. Ее брат Вантин Джоа поддержал сестру и тоже примкнул к восстанию, возглавив одну из армии мятежников. Очень быстро Циван сумела выйти чуть ли не на главенствующую роль во всем мятеже. Поскольку Белый Лотос пропагандировал равноправие полов, никто не видел проблемы в том, что лидером восстания стала женщина. Более того, соратники ей активно помогали в достижении этой цели. Циван не отсиживалась в кабинетах, она всегда находилась впереди армии и неслась на врага без страха, понимая, что только храбрость может приблизить наступление Блаженной Эры Белого Солнца. А ее ближайшим соратником и другом стал Яучжефус Подвижник и ученик покойного Целиня. Буквально после пары сражений по правительственным войскам поползли слухи о том, что во главе армии мятежников находится женщина. Эти легенды подкреплялись рассказами солдат, которые видели Циван в деле. Благодаря этому репутация женщины окреплась за очень короткий срок. Военачальники императоры считали ее своим главным врагом, а мирное население Китая видело в ней своего главного защитника. Но на самом деле, Циван не являлась главнокомандующим всей армии мятежников. Как известно, у страха глаза велики. Она командовала лишь отдельным кавалерийским корпусом, состоящим исключительно из женщин, а называли это подразделение конные ведьмы. Два года войны. Циван за короткий период стала настоящей легендой при жизни. Простой народ ее буквально боготворил, наделяя самыми лучшими качествами, которые только присущи человеку. Так в легендах, которые восторженно рассказывали друг другу крестьяне, Циван отличалась остроумием, аналитическими способностями, полководческим гением, фантастической силой, зверинами чутьем и ловкостью. При этом женщина обладала магическим обаянием и, конечно, божественной красотой. В общем, правительственным солдатам противостоял, если можно так выразиться, сверхчеловек. Эту легенду, кстати, активно поддерживали ее соратники по Белому Лотосу. В тайном обществе прекрасно понимали, что мистическо-магическая составляющая крайне важна для победы. По легенде, Циван лично отбирала женщин для своего отряда. В конные ведьмы могли попасть лишь те, кто ни в чем не уступал мужчинам. Особое внимание она уделяла не только силе, ловкости и умению обращаться с оружием, а еще и внешности. Ведьмы в обязательном порядке должны были быть красивой и грациозной. Этот отряд сильнее всего раздражал императорских военачальников. Дело в том, что они не разделяли взглядов Белого Лотоса насчет равноправия полов, поэтому ведьмы они воспринимали как прямую угрозу традиционного патриархального устоя. Понимала это и сама Циван. Она специально позиционировала себя как противовес сложившимся традициям. Женщина пыталась доказать, что она способна конкурировать с мужчинами во всех областях. Начиная от остроты ума и заканчивая авторитетом среди людей. И, надо сказать, это противостояние осталось за Циван. Народ ее боготворил. А рассказы о гордой и прекрасной воительнице дошли даже до самых отдаленных китайских селений. Ей и ее ведьмами восторгались даже мужчины. Они стали для представителей сильного пола эдаким примером для подражания. Естественно, это вызывало приступы ярости и бешенства у всех сторонников традиционного уклада, в котором женщине была отведена тихая и скромная роль рабыни для отца, а потом и для мужа. Точно неизвестно в каком количестве сражений приняла участие Циван и ее конные ведьмы. Принято считать, что за два года боевых действий она ходила в бой около трех десятков раз и всегда побеждала. Одно из самых известных сражений произошло в августе 1797 года близ Байдечена, что в провинции Хубэи. В той битве правительственными войсками командовал неверный единственный полководец, получивший должность не за взятку Дэлэнтай. Он отличался жестокостью, упрямством и звериным чутьем. Ходили легенды, будто он мог видеть людей насквозь и даже читать мысли врагов. И вот Дэлэнтай схлестнулся в бескомпромиссной битве с армией Яо Чжифу. Военачальник правительственных войск прекрасно знал, что Чжифу не ходит один. Раз он здесь, значит поблизости находятся и конные ведьмы вместе с ненавистной Циван. Император Юньян. Бой длился весь день. Началось сражение с традиционного обстрела, но очень быстро оно переросло в ожесточенную рукопашную схватку. Дэлэнтай видел, что его солдаты сильно устали, срочно требовалось вводить в бой резервные силы. Но он не спешил с этим приказом, поскольку Яо Чжифу именно этого от него и добивался. Военачальник мятежников ждал этого хода, чтобы выпустить на поле боя Циван и ее ведьм. И все же первым не выдержал именно Чжифу. Вдруг Дэлэнтай увидел, как сквозь вражескую пехоту, словно нож сквозь масло, прошел кавалерийский отряд. Во главе подразделения стояла двадцатилетняя Циван. Она неслась вперед и громко кричала «Милэй возродился!». Этот лозунг быстро подхватили и остальные кавалеристки. Словно снежная лавина ведьмы накрыли правительственную армию. И только после этого императорский военачальник распорядился ввести в бой резервные силы. Его пехота дрогнула и начала отступать. Ведьмы радостно закричали, думая, что победа у них в кармане. Но они не знали, что опытный и хитрый Дэлэнтай приготовил им сюрприз. Неожиданно его пехота разбежалась в сторону, освободив пространство для артиллерии. И тут же зазвучали раскаты пушечных выстрелов. Императорский военачальник не сомневался, что этот удар сломит Циван и ее воительниц. Но он ошибся. Женщины не дрогнули и продолжили атаку. Тогда Дэлэнтай отправил в бой свои последние резервы. И лишь численностью правительственные солдаты кое-как сумели остановить натиск Циван. Императорский военачальник облегченно выдохнул. Он сумел продержаться до ночи. Теперь пришло время подвести неутешительные итоги противостояния. Военачальнику оперативно доложили о больших потерях убитыми и ранеными. Порядка тысячи солдат оказались в плену. Выжившие воины были сильно измождены и практически не могли уже держать оружие в руках. Однако все пошло не по плану. Дэлэнтай надеялся, что ночью враг не станет атаковать. А значит, его солдаты получат столь необходимый отдых. Но этого не произошло. Как только стемнело в лагере повстанцев вспыхнули тысячи факелов и, слившись в единый огненный поток, они направились в сторону правительственной армии. Дэлэнтай распорядился готовиться к радушной встрече. Ожидаемо, впереди войска мятежников находились кунные ведьмы. И ожидаемо их встретили пушечные залпы. Военачальник императора уже порядком устал от всего происходящего. Он бросил в бой все свои резервы, чтобы покончить с надоедливыми, словно мухи, повстанцами. Но храбрость, с которой бились повстанцы, ужасала изможденный солдат Дэлэнтая. Бой продолжался до самого рассвета. И лишь когда небо озарили первые солнечные лучи, войско мятежников начало отступать. Последними поле боя покинули ведьмы. Дэлэнтай наблюдал, как Циван и ее воительницы направились в сторону горы Ушань, главной святыни общества Белого Лотоса. Но приказ к погоневой начальник отдать не стал. Кто знает, вдруг коварный Циван решила заманить его в ловушку. Рисковать в сложившейся ситуации полководец не имел права. Дэлэнтай не сомневался, что рано или поздно, но кровавая расправа на всеми ведьмами все же произойдет. Шел второй год мятежа. Повстанцы, заняв внушительную территорию, отбивали атаки правительственных войск. Исход противостояния был туманным. Представители власти понимали, что для успеха необходимо обезглавить бунтовщиков. Но устранить требовалось не только Яо Чжифу, но и Циван. Тогда бы, оставшись без своих лидеров, мятежники бы дрогнули. Поскольку расправиться с этой парочкой на поле боя не получалось, чиновники и военные командования объявили на них охоту. Для Чжифу и Циван готовились различные ловушки, устраивались многочисленные засады. Но все усилия оказывались тщетными. Трагическая для лидеров мятежников развязка произошла весной 1798 года. Причем поначалу успех был на стороне Яо Чжифу и Циван. Они сумели нанести правительственной армии несколько болезненных поражений, но в апреле сказка закончилась. В провинции Хубэй повстанцы столкнулись с мощной армией, которая значительно превосходила по численности войска бунтарей. Тот бой стал последними для Яо Чжифу и для Циван. Армия мятежников была разбита, почти все конные ведьмы погибли в том роковом сражении. Циван и Яо Чжифу оказались в окружении. Их не собирались убивать, они нужны были живыми. И тогда лидеры повстанцев чудом сумели вырваться из окружения и сбросили со скалы. Им так и не удалось добиться наступления эры Белого Солнца. Но, несмотря на ожидания властей, быстро подавить мятеж не получилось. Узнав о гибели лидеров Белого Лотоса, простой народ сплотился сильнее, а в армию мятежников потянулись верницы добровольцев. Китайцы хотели отомстить за Циван и Яо Чжифу, ведь они были для них не просто героями, а единственной надеждой на светлое будущее. Крестьянская война продолжалась вплоть до 1804 года. С огромным трудом, но все же именно правительственная армия сумела одержать победу. Правда, для этого потребовалась колоссальная по тем временам сумма порядка 200 миллионов лянов серебра. По факту, после прекращения войны казна императора была пустой. Кроме этого, в войну было втянуто несколько миллионов людей, которые, конечно, сильно пострадали и морально, и физически, и материально. Но главная проблема, возникшая после окончания войны, это образование многочисленных разбойничьих банд. В них вошли представители Белого Лотоса, крестьяне, недовольные властью, а также дезертиры. Шайки были хорошо вооружены и имели боевой опыт. За годы противостояния они отвыкли от честного труда и возвращаться к прошлой жизни не собирались. Эту проблему требовалось решить в экстренном порядке. И тогда власти решили объявить общую демобилизацию. Вот только произошло наоборот, вместо того, чтобы сложить оружие, шайки с Платисси уже в 1805 году подняли новое восстание. Оно произошло в Шен-Си и Сычуане. А вскоре к ним присоединились солдаты войск Зеленого Знамени. Эти солдаты были недовольны регулярными задержками, жалованием и плохим снабжением. Вообще, начало 19 века для Китая выдалось сложным. В провинциях Хуани Гуцжоу пять лет полыхало восстание Мяа. В области Хуэчжоу провинции Гуандун против императора тоже восстала местная беднота, которая объединила общество небо и земли. Еще в 180 году началась Пиратская война, продлившаяся 10 лет. Против Цинского императора выступили морские разбойники Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей. Справиться с ними удалось лишь при помощи флота Нгуэнов, правителей Северного Вьетнама. В 1813 году вспыхнуло восстание секты Небесного Разума, являвшись ответвлением Белого Лотоса. Причем мятежники сумели даже прорваться в императорский дворец. Но благодаря действиям принца Миннина, впоследствии он станет императором Даагуаном. В 1814 году бунт был подавлен. И лишь после этого на некоторое время ситуация в Китае немного успокоилась. Хэшэнь. Что же касается Хэшэня, фаворита императора Хунли, то его история оборвалась в 1799 году, сразу после смерти бывшего государя. Как только стало известно о кончине Хунли, Юн Янь распорядился его арестовать. И вскоре Хэшэня приговорили к смертной казни. Правда, затем ему предложили решить проблему самостоятельно просто повеситься. Это было предложение из разряда тех, от которых не отказываются.